Добрый день, приветствую всех в студии Укрлайфтв. Мой гость сегодня человек с позывным БЕКС из батальона Азов. Паша, так я узнал имя гражданского, сказал, что уже можно его называть. Но главный вопрос, Павел, все-таки к вам, как сейчас обстоит дело в Широкино, последние заявления Азова, может быть по свежим слезам, вы как-то следам, да, и слезам хорошая говорка прокомментируете, а потом немножко о себе, очень интересно, как вот люди приходят. К сожалению, слезам тот же, там есть место, в тяжелом бою были достигнуты доминирующие высоты над этим населенным пунктом, и такое предложение сейчас поступает, отвести добровольно батальон Азов в том числе, и сделать, так называемую, демилитаризованную зону. Как по мне, это очень странное предложение, потому что добывалось это все в бою, и просто уйти оттуда очень печально. Но это предложение или приказ? На данный момент это предложение, и не исключено, что это будет приказ дальнейшим. Бывает вот на войне, скажем так, предложение, или все-таки приказ это как-то мне понятнее, вот приказано, а вы его, получается, не выполнили, или пока обсуждается с вами? Нет, нет, это предложение от АБСЕ, насколько я знаю. То есть не от главнокомандующего Верховного, а от АБСЕ, да? От него пока не было такого приказа. Ну и как это обсуждается вот в полку? То есть какие резоны, почему с этим вот сейчас, ну как бы считаются, но имеют свои мнения? В полку негативное отношение к такому предложению, однозначно. Ну вот один довод вы уже сказали, что это все-таки завоеваны кровью какие-то там высотки, высоты, да? Это высоты, да, Широкино, это Низина, и над ним как бы холмы, и на этих холмах находится украинская армия и батальоны, которые ведут оборону, в том числе Мариуполя, потому что очень стратегически важный населенный пункт Широкино, потому что боевики могут обстреливать оттуда как градами, и скорее всего Мариуполь был в конце января обстрелян именно оттуда, а как бы дальше уже им это тяжело будет делать. Ну я понимаю, что может какие-то нельзя называть цифры, и я этого не могу даже опросить, но чтобы представить хотя бы в общем эту картину, сейчас перемирия, но все равно боев, да, нам передают все время, что потихоньку там обстреливают. Какое количество там людей и техники во всем этом закручено? Ну так в общих каких-то может быть? Я могу говорить только то, что видел я, я был ранен в ходе наступления 14 февраля именно в Широкино. Как бы я видел танки сепаратистов, они ехали как бы прямо к нашему дому, где мы базировали в селе Широкино. Тоже хочу сказать, что до этого было освобождено несколько населенных пунктов в районе также этого Широкино. Начиная с 10 февраля началась наступальная операция, так званая. И проводил ее, что показательно, не проводил ее батальон АЗОВ, полк АЗОВ уже на данный момент, а не официальная армия Украины. То есть... А под чим командованием тогда был? Белецкий там или кто был? Да, Белецкий был там. То есть он там непосредственно руководил этой наступательной операцией? Атакой, да? Я не могу утверждать только он или непосредственно он, но то, что он там был, я знаю. Ну и как вот это разворачивалось? Ну расскажешь, как тебя ранили? Просто интересно. Ну ранили меня уже день на четвертый день. То есть до этого три дня мы освобождали Павлополь, Пищевик, Лебединская, еще некоторые другие села в этой округе. И на данный момент уже, как я знаю, наши оставили Павлополь и Пищевик. И на данный момент это является буферной территорией, или как это назвать? Я термины как бы не знаю. И тоже там есть мирные, я сам их видел. И вот и когда я был там, меня обстреливали непосредственно с минометов, насколько я понял. И сейчас также там ведутся обстрелы из населенного пункта Октябрь, насколько я знаю. Ну вот ты говоришь освобождали. Как вообще это все выглядит, если об этом надо рассказать? Там есть какие-то люди, гражданские люди, там военные были. Ну там конкретно я освобождал Пищевик. Это населенный пункт на две улицы. Я так понял, что это обслуживающий персонал фермы. Там недалеко есть ферма. И как бы изначально это, видимо, те, кто там работает. Ну в то время, когда я достроил в советские времена. Как бы мы рано утром выехали основными силами. Нам предоставили... То есть без артподготовки какой-то, без обстрела из каких-то тяжелых видов вооружения этого населенного пункта, сразу выехали и в атаку. Да. Как бы мы знали, что там как бы какой-то массового боя не будет. Потому что мы предполагали, что будут сепаратисты, например, в Павлополе, в Пищевике, возможно, тоже. Но по сути, вот я был в группе, которая заходила непосредственно в Пищевик, и там, ну грубо говоря, домов 200 из них, люди были на домах в 10. То есть остальные все дома пустые, люди выехали. В одном доме находилось хозяйство, там несколько коров было, свиней. То есть, видимо, там приезжают люди за ними, следят и уезжают, потому что боятся. А действительно, вот по нам, ну конкретно по мне, в тот день стреляла артиллерия и как бы очень близко. То есть вы группой подошли к этому населенному пункту, да? И там как-то залегли, наверное? Ну, наша задача была заглянуть, нет, сделать зачистку. Это заглянуть в каждый дом, каждый подвал, каждый чердак и найти сепаратистов, если они там были. И нашли кого-то? Сепаратистов не нашли, нашли какой-то матрас военный, то есть какие-то следы их пребывания там мы обнаружили. То есть они отступили, да, если там они были до этого? Да, да. Как-то же они контролировали до сего? Не за день до этого, возможно, еще раньше, но как бы они там были. И вообще Широкино это как бы ДНР с сентября было, насколько я знаю. То есть это, ну, непосредственно Азов продвигал границу Украины, вот если можно так выразиться. Может, это некорректно, как бы, но... Ничего этого понятно, то есть линия границы, она же такая изменчивая, да, и Азов ее как-то выпрямлял, да, вот своими... Продвигал, да. Сейчас мне говорили, может быть, конечно, это такая информация, тоже надо проверять ее, но что на вооружении в Азове есть уже в полку и какая-то тяжелая техника, да, то есть что это за техника тяжелая? Ну, насколько она тяжелая? Есть один... Я просто последние два месяца нахожусь в больнице и как бы информации по... ну, не имею полной. Ну, хорошо, может, это секретная информация? Да, какой-то танк есть, насколько я знаю. Видел интервью сепаратистов, где он рассказывает про какой-то американский танк «Черная пантера», который там стреляет, не знаю. Ну, а вот танк, который ты видел с той стороны, да? Со стороны так называемых сепаратистов, боевиков, ополченцев, как там их назвать? Это был какой-то супрасовременный российский танк, так тоже пишут у нас. Ну, честно говоря, я в них не очень разбираюсь, как бы я видел его с расстояния метров 200, он ехал к нашему дому, вот, он, по-моему, в Широкино, и за ним была группа пехоты. То есть я его, честно говоря, не успел рассмотреть, ну, там, Т-72, по-моему, модель. Ну, я не понимаю, он ехал, и вы начали по нему стрелять, да? Или он стрелял, и вы куда-то там отступили? Как просто реальный бой, это же так, ну, для нас, людей, живущих, в тылу, по сути, непонятно. Так было, мы находились в Широкино с 13 февраля, и определенные наши группы были в некоторых домах, ну, частных домах в этом поселке. Стоит сказать, что это не обычное село, а это, как бы, такой зажиточный пригород Мариуполя, то есть там, как бы, коттеджи, то есть это 20 километров от Мариуполя, я так понимаю, что, как бы, люди там живут все время, там хорошие достаточно дома. Вот, и мы находились в одном доме, достаточно крепком, нам повезло, потому что вторую нашу, дом второй нашей группы был разрушен градом в 6 утра. С жертвами со стороны, я вас говорю. Жертв, кстати, в том доме не оказалось, как мы узнали позже, хотя на тот момент мы не знали. В 6 утра началась бомбардировка села, и через минут 10 мы уже поняли, что конкретно по нашему дому стреляют, то есть у них была информация про этот дом. Ну, видно, какие-то местные им посодействовали. Может быть, хозяева дома заякнули, все-таки, наверное, дом был оставленными не совсем так добровольно. Я не думаю, что они знали, что происходит в их доме, честно говоря. Ну, это, конечно, такая деталь, этим не хочется пидалировать, но дома же, наверное, закрыты, люди уходят и как-то надеются, что они вернутся, и дома целые, там, имущество, частное, собственность, все, уцелело, но ситуация войны. Мы приезжали на днях оттуда, они говорят, что там уже 80% домов просто разрушены, и, как бы, не знаю, подлежат ли они восстановлению, в принципе. Ну, вот, по-вашему дому начали стрелять и с этого танка, или это были какие-то еще до этого стрелы? Мы, как бы, зашли в подвал, я не знаю, стреляли из всего, мы слышали и залпы градов, то есть это такой гул изначально, проходит там сколько-то секунд, минута, может быть, и уже слышны взрывы непосредственно. И мы находились в этом подвале, и, как бы, потом нам передали по рации, что к селу подъезжает танк, и пехота подходит, и, как бы, нам нужно оттуда выходить, но сказали, что сейчас мы применим, возможно, артиллерию, как бы, их отгоним, и вы выйдете. Потом через сколько-то минут сказали, что не получилось, и, то есть, что нам уже надо как-то выходить оттуда самостоятельно. И, ну, мы выходили самостоятельно, я видел танк, как бы, метров 200-300 от нас с пехотой, он стрелял, ну, это такой сумбур, на самом деле, полностью не осознаешь, что происходит. Ну, вот я, как говорю, за себя, я не профессиональный военный. Не, ну, тем интересно, я вообще там всю жизнь, как бы, жил в мирной какой-то стране и так далее. Ну, я там не был, только книжки читал, и там смотрел кино, и, конечно, в армии служил советской еще давно-давно. Ну, вот, то есть, понятно, что вот вы увидели танк, когда это было какое-то организованное такое отступление, чтобы не попасться на глаза, там, наверное, этим танкистам в танк, чтобы они не выстрелили. А другая наша группа, ну, была от него метров вообще 20, и им очень повезло, они, там, каким-то, я не знаю деталей, но каким-то образом они без жертв оттуда ушли. Ну, вот рассказывают больше... И после этого Широки на сутки было под контролем сепаратистов. А, это потом его отбили, да? То есть, он переходил из рук руки? Ну, 20 февраля они его захватили и контролирули сутки. Скажу, что не все наши смогли выйти, и, как бы, вот один мой парень с моего отделения пролежал в каком-то сарае в 26 часов, то есть, в окружении сепаратистов. И, ну, все-таки они отступили, и парни его нашли, и он, ну, как бы, все с ним хорошо сейчас. В плен он не попал, да, это главное? Он не попал. Один точно попал, как бы, в России сейчас очень активно его показывают, там, он из Донбасса оказался, и, как бы, он им там содействует сейчас. Но я видел его интервью, эти все какие-то презентации с министром обороны ДНР, там, ну, по нему видно, что у него уже, зубы там через один находятся, то есть, какие-то тортуры над ним, там, однозначно применяли, как бы, больше, он, как бы, по виду, очень добровольно все рассказывает и сотрудничает, но, как бы, что-то нехорошее с ним делали, однозначно. То есть, он, и не скрываешь, что он из Азова, да? Или, там, да, что, кроме Азова, никого там не было? Да, причем у него татуировки, гербы Украины какие-то, такой он очень колоритный, ну, есть это по Россия 24, все показывали, то есть. У него есть какой-то позывной, наверное, позывной же можно сказать, вот, если кто-то там захочет проследить. То ли чудик, то ли вот, как-то, я сам это все, находясь в госпитале, смотрел, то есть, я, ну, каких-то больших подумал. Ну, в интернете, я думаю, любой желающий. Ну, и какое отношение к таким вот людям у вас в Азове, там, ну, что у вас лично, вот, что о нем? Ну, в основном, конечно, это нехорошие отношения, ну, парни удивлены, но никто не знает, при каких обстоятельствах он туда попал. То есть, я слышал, что, как он рассказывает, он увидел сепаратистов, не стрелял им в спины, сам подошел к ним, сдался. Насколько я слышал, их группу как-то, чем-то в них попали, он был контужен и лежал, его, как бы, там, подобрали. Ну, любой человек, когда он без сознания, он сдается в плен, то есть, ничего не может он сделать. И, как бы, ну, такая ситуация, неоднозначная, в общем. А что-то вот про обмен пленных вообще слышал ты за время, пока довелось повоевать? Кстати, он говорил, что он не хочет возвращаться в Азов по этой программе обмена пленных. Такое заявление по телевидению не было. Ну, наверное, его и не торопятся обменивать, да, если он так полезен ДНР, то все говорит. Ну, возможно, я больше о нем ничего не знаю. Ну, и вот мы подходим все-таки к этому ранению, наверное, все важно, наверное, об этом рассказать. Когда это было? Было это... С Бекхэмом, это же в честь Давида Бекхэма, да? Да, в честь Давида Бекхэма, Бекс, как бы в Англии называют. Ну, я являюсь ультрас, Динамо Киев, уже в районе 10 лет, и у меня была поначалу футболка Бекхэма. А ультрас поговорим еще в отделе, это интересно. Да, футболка Бекхэма у меня была, как бы, и так меня стали... Я очень часто в ней ходил, так меня стали называть. Так и как тебя ранили-то? Это было не в том же бою, а в каком-то в следующем? Это было днем, 14 февраля. Мы находились на одной из высот, уже вышли из Широкина. На одной из высот мы находились, и... И также был на тот момент не только полк АЗОВ, также был схидный корпус. Это Харьковское отделение. Я не совсем сам знаю структуру, но это тоже связанный батальон с полком АЗОВ. Также Донбасс, это то, что я видел. И морская пехота, насколько я знаю. Ну, и Нацгвардия поддерживала. Это все было вот в Широкине, да? Операции, да. В 10-х числах февраля. Когда удалось выбить оттуда ДНР-овцев, да? То есть, в результате... Ну, да, да. Результат операции уже был какой-то в пользу. Сначала их выбили, потом они сутки там просидели, потом опять их выбили. Сейчас, насколько я понимаю, какую-то часть меньшую, самого непосредственно Широкина контролирует Украина, большую часть сепаратисты. Но доминирующие высоты, то есть, сам контроль непосредственно этой территории, а там находятся сейчас в основном разваленные дома, как бы это не есть каким-то приоритетом. Потому что гораздо важнее контролировать высоты, которые выгодны для ведения боевых действий. И как бы на данный момент контролируем их мы. И опять же, в рамках вот этого вот демилитаризации есть такое предложение оттуда отступить. Да, да. Ну, это же главное по поводу чего? Мы уже говорили сегодня, существует такое заявление, да, по сути, письмо, открытое письмо, оно там бывешнее взяло. Да, я не знаю, в каком формате, но вот такое предложение поступило. Ну, и вы, соответственно, отреагировали, вернее, Азов, ваша часть воинская, так скажем, да? Так это была одна из операций боевых, которые вы принимали участие непосредственно, да? И как она проходила и как-то привело там к ранению твоему? Я хочу сказать, что это была моя первая операция. Я в полку непосредственно в АТО недавно, чуть больше месяца находился на тот момент. И сразу попал в такую операцию. То есть, в общем-то, меня никто не заставлял идти туда. Но я приехал не сидеть на базе, а воевать. Но это же добровольцы, наверное, вот как добровольцы пошли в атаку какую-то, как это, я уже не знаю, назвать. В наступление, да, пошли добровольцы. То есть можно было даже кому-то из Азова и не пойти, да? Сказать, что мы сегодня не идем, плохо себя чувствуешь? Ну, конкретно я был как бы новенький. И я вполне мог сказать, что я не готов к такому. И меня бы никто насильно туда не тянул. По сути, это так. Но ты этого не сказал? Взял автомат? Никто не сказал. Все ушли с базы. Какое вооружение было у тебя, которое пошло в этот этап? Конкретно у меня был автомат Калашникова. Всем на нашей базе и всем в полку Азов, как бы, по приезду, там через некоторое время выдается автомат, он записан на тебя, и ты должен, Калашникова, и ты должен с ним ходить в столовую, спать. Везде ты должен быть с ним. Но он без пристегнутого магазина, да? Нет, с магазином. С магазина прямо? Да, ну на предохранителе. На предохранителе. То есть ты должен круглосуточно с ним находиться, и при его утере, или очень серьезная ответственность. А вот то, что называется бронежилет, какая-то форма, берцы, цветы? Бронежилет, да, хочу так же сказать, я приехал в Азов, и буквально за первую неделю мне выдали, очень хорошо меня укомплектовали, мне выдали три слоя термобелья, выдали хорошую обувь итальянские берцы, то есть не какие-то, знаете, как в нашей армии. Также хорошую куртку, то есть меня практически, ну только штанов там не нашлось на тот момент. То есть, и на данный момент полк Азов является самым укомплектованным среди всех. Ну да, об этом говорят, пишут. Но бронежилет-то вот как-то не выдали, да? Или он не нужен там? Конкретно мне, честно говоря, на тот момент еще не выдали. Я взял бронежилет моего соседа по комнате, который уехал в Киев, в командировку. То есть... И в нем и пошел в атаку, ну и каска, да, конечно? Да, каска тоже его была. Ну и как, просто если можно, даже какой-то хронометраж этого наступления, это боевая операция, вот что вспоминается? Ну... Какое-то взаимодействие с другими там вооруженными людьми, я так бы сказал. Что я запомнил, что планировалось наступление в Павлополь. Там, насколько я помню, три основных улицы. И как идет наступление? То есть едет какая-то бронетехника, БТР или танк по улице, а за ним идет пехота. То есть, чтобы спрятаться от огня за броню по возможности. То есть так это делается в городе. А за ними едут уже машины обычные, которые при надобности подъедут, заберут раненых или при отступлении увезут всех. То есть бронетехника, пехота, машины, автомобили. В идеале нам нужно было три БТРа. И мы так очень, конечно, сомневались, что все-таки с двумя. Ну и решили, что ну да, пойдем с двумя. Потому что как бы делать нет вариантов, а идти надо. И в момент, это было часа два ночи, мы все там начали собираться. Все эти колонны построились, два БТРа. И когда уже надо ехать, БТР не заводится. То есть у нас по факту остается один. Как бы тоже после недолгого размышления решили ехать даже с одним. И операция прошла успешно, в общем-то потому что не было большого сопротивления. Ну, сделали с одним. То есть такие ситуации тоже, к сожалению, нередко случаются. А вот потери со стороны Азова ранены, кроме тебя? Ну, за эту операцию, раненых в районе 60-ти, 7 или 9 погибших. К слову, что с начала лета, с начала деятельности Азова было в районе 10 погибших. А за этот месяц, и пока я там был, и за Широкинскую операцию, это количество увеличилось больше, чем в два раза. То есть были убиты твои, по сути, товарищи, с которыми ты общался и собирался вместе. Конкретно, как ранило меня, и как умер мой боевой товарищ, в паре метров от меня он находился. Парню 19 лет было, он был в Ультраст тоже, Днепропетровского, Днепра. И, ну, по сути, мы как бы перемещались с одной позиции на другую, то есть, другая бежали с точки А в точку Б. Основное здание на наших позициях, и просто по нам, очень близко к нам, а к нему практически под ноги прилетела мина, ну, с миномета. И я видел еще несколько взрывов тоже по правую сторону от себя, то есть какая-то, ну, несколько минометов выстрелов в это место одновременно. Потому что это место, это было под входом практически основное здание, где находились наши все, ну, штаб, основные люди. И я так понимаю, что они увидели, что там постоянно скопление людей, периодически решили туда закидывать эти мины. То есть, и парню, вот он бежал, мы как-то чуть растянулись, там двое было метра три спереди меня, и он был метра два сзади меня, и мы бежали, там оставалось метров 15 до уже в двери, в которую мы бежали на здание. И я бегу, слышу взрыв, непонятно, как-то падаю, то есть меня отнесло, наверное, то есть я упал, и еще увидел взрывы, у меня мысль град, наверное, ничего, ну, я не чувствовал ступни, думаю, оторвало, наверное. Потом посмотрел, смотрю, есть, уже как-то легче стало. Попробовал встать, понимаю, что не работает вообще правая нога, все, и просто уже заполз в основное здание, там мне первую медицинскую помощь делали парню. А этот твой друг, 12-летний, ты его сразу увидел? Я не видел, я не видел даже тех, которые спереди. Я так понимаю, нас как-то раскинуло, то есть это было днем. Уже в два часа начиналось, то это было уже утро какое-то, или оно там прошло? Нет, это четвертый день операции, это не первый день. То есть мы три дня освобождали разные села, находились в них, держали позиции, по факту, что значит продвинуть национальный кордон Украины. Это значит, вот допустим, штурмовики мы освобождаем село и находимся там до приезда ЗСУ и техники, которая построит укрепление, блокпост, фортификацию какую-то минимальную, или какой-то танк там будет стоять, и уже за этим блокпостом будет официальная территория Украины. Как бы, ну там по каким-то причинам не построили такое. В других районах построили, вот конкретно в районе Пищевика Павлополя не построили укрепление. То есть сказать, что это вот прямо граница продвинулась до туда, тоже не совсем правильно, как мне кажется. Ну вот до того, как тебя ранили и вы освобождали эти села другие, Кого-то, может быть, там, ты видел этих сепаратистов, так называемых, ополченцев? Кого-то, может, ты тоже ранил? Насколько опыт такой боевой связан с тем, что в кого-то ты стрелял, там? было такое. Тут такая война, что можно находиться несколько лет и ни разу не увидеть и не пострелять в сепаратиста, потому что это война артиллерии в основном и как бы контакты с огнестрельным оружием это редкость, на самом деле. То есть, конкретно, когда мы были в этом доме, заезжал танк с пехотой, мы стали выбегать с подвала, потому что по дому стреляли, дом оказался крепкий и не разрушился. Я увидел танк, увидел пехоту за ним и двое из них начало бежать в мою сторону, стрелять в меня. К слову, я, к сожалению, на тот момент не очень опытен был в стрельбе, то есть, не могу сказать, что профессионт хорошо стрелял. Я отстреливался от них, перебегал из-за дома, за один дом, за второй и как бы они стреляли в меня гораздо лучше, чем я по ним. и... то есть, я стоял за стеной и стрелял в эту стену, летела пыль, все, там попадало что-то в бронежилет, может, они попадали, может, какие-то осколки летели, но и до них было метров 200-300, то есть, потом я уже просто высунул через стену этот автомат, просто туда стрелял, ну, чтобы... ну, мне страшно было высунуться, потому что они хорошо стреляли. Я услышал взрыв, как бы, высунулся из-за дома, смотрю, их нету и понял, что надо... а до ближайшего дома было метров 50-70 и, как бы, ну, большая территория, она открытая находиться нельзя, потому что тебя видно. И перебежал, и смотрю, их нету, то есть, и уже, как бы, начал активно отступать. но их нету, у них могла пасть, тоже, мина, да, со стороны? Я не знаю, что-то. Может, я в них попал, может, они попал, что они взорвались, ты попал, они взорвались, то что, наверное, или что-то? Ну, я не знаю, что с ними случилось, но они... А в тот раз обошлось, а вот когда уже попала мина рядом... Ну, попала мина рядом, это такое, конечно, это, ну, совпадение в каком-то смысле, то есть, они не... То есть, мина, это же происходит выстрел, она летит там, ну, допустим, она за 5 километров от нас находится, то есть, она летит секунд, 30 минуту, может, смотря на каком расстоянии находится, то есть, не то, что они вот увидели нас, бегучих, и решили по нам стрельнуть артиллерии, то есть, просто они стреляли в место оживления, и вот в тот момент находились там мы. И как бы, парень, к слову, бенч позывной, его... У него был хороший бронежилет, стоит сказать, какой-то заграничный, но насквозь ему прилетел осколок сзади бронежилета и вылетел спереди, то есть, сквозь бронежилет, насквозь он был пробит осколком. Ну, то есть, осколок от мины пробивает бронежилет, да, это просто... Ну, если он... какой-то рядом прилетает, то получается, что танк... Да. Были моменты, когда, например, в пищевике я находился, и мне просто прилетали какие-то железки и просто отпадали от одежды, то есть, они уже был заряд... Ну, где-то далеко она взорвалась, и уже заряд был не сильный. А еще вот время того боя или того атаки о погибших, вот как люди там гибнут и погибли в этом бою? Тоже в основном от мин или же какие-то столкновения более близкие? В основном, конечно, от артиллерии. То есть, не близкий бой был, да? Близкие были в том числе. То есть, ну, в основном, да, от артиллерии. А вот когда вы наступали, пленных какие-то брали вы там или удалось их взять или не так-то они попадаются часто в плен. Вот в момент наше нахождения в Широкино нам попался на глаза странный какой-то мужчина такого пожилого возраста. Мы к нему подошли, он был с какими-то приборами, очень профессиональными, рыбацкими, какими-то эхолотами, GPS-ами. Плюс у него был телефон, мы взяли у него телефон. То есть, вообще странно видеть какого-то местного, который ходит там по селу туда-сюда. Они в основном все в домах и очень перепуганы. Вот. Мы к нему подошли, попросили телефон, и, значит, на его телефоне не было ни входящих, ни исходящих звонков, ни смс. То есть, все стерто, и это уже очень подозрительно. Мы забрали его к себе в дом, спрашивали, что это за приборы. Он говорит, я рыбак, я ничего не знаю. Но по сути это были приборы для GPS-координат. То есть, он как в море мог выставить. то есть, как я уже узнал, это они плывут в море, где-то за 20 км кидают сетки, ставят точку и потом находят их по этому прибору. То есть, абсолютно точные GPS-координаты. Таким же образом, то есть, он, скорее всего, был корректировщиком. Он ставил координаты и там отправлял их к сепаратистам каким-то образом, Ну и, наверное, он посодействовал в том, что по нашему дому конкретно утром стреляли. Хотя, находились наши там уже больше недели в этом доме, поэтому, в принципе, мы знали, что они знают, что мы в этом доме. И что с ним сделали? Мы позвонили в соответствующая есть контрразведка в Азове. Мы им позвонили, они приехали, его забрали. Я не знаю, дальнейшую. Вроде бы отпустили, но дальнейшую какую-то судьбу я не знаю. Ну и после ранения сразу же как-то перевязали, оказали там первую помощь и отправили в тыл, в госпиталь, дали куда? Да, мне оказали первую помощь, перевязали, жгуты. Где-то полчаса. У меня было очень странное ощущение как бы в животе и... Ну, у меня ранены руки, ноги там осколками и как бы в пояснице какое-то очень странное чувство, боли, непонятно. Но парни, ну это не было профессиональных медиков там на тот момент, к сожалению, они забирали раненых. Они не заметили как-то в пояснице этой раны, то есть не было оттуда крови. Но как оказалось, этот осколок пролетел под бронежилетом. В бронежилет тоже они влетели, видимо, поотпадали, а этот сзади под бронежилетом, в районе поясницы влетел осколок, пролетел там вглубь сантиметров 10 от меня, порубил там кишечник, также в мочевой пузырь он там попал, но не пробил его. И сейчас он внутри меня на данный момент находится до сих пор, потому что его врачи говорят, что возможно можно больше навредить, доставая его, чем не доставая. Возможно, он уже навсегда может и нет. Паша, извини, я просто задам тебя как дети такого же возраста, чуть младше, дочь, правда. А вот сейчас нет какого-то, когда ты все-таки об этом думаешь постоянно, это же боли, то есть, и ты ходишь вот на костыле, можно это показать на камеру, какого-то, ну не то, что там раскаяния, сожаления, но какое-то чувство, что что-то вот оно с самого начала пошло не так, или вообще, что ты думаешь по поводу своего боевого опыта? Что сейчас у меня, несмотря на то, что я в какой-то степени потерял здоровье, непонятно, когда у меня в большой или в небольшой, насколько я восстановлюсь, настроение мое гораздо лучше, чем до того, как я туда поехал, потому что я поехал не сразу, то есть, многие ультра, парни, знакомые, ехали еще в самом начале летом, никакого обеспечения не было вообще, они там брали кредиты в банках, кто как мог, покупали сами себе оснащение, бронежилеты, все, то есть, я на это смотрел и как-то вот у меня изнутри такое состояние, меня как-то, знаете, плавило, что вот мы парни, младше меня даже едут, я как бы нахожусь тут, то есть, там хожу на футбол, каждую неделю там кричу, как я там люблю страну и то, что позиционирую себя как патриот и как бы отсиживаться дома, когда, но с другой стороны, конечно, страшно, знаете, всем страшно, и я как бы пошел не сразу и, ну, я там работал и каждый день у меня эта мысль была и я, не знаю, ну, вот очень некомфортно себя чувствовал тем, что я, как бы, ничего не делаю для страны. Ты один в семье, да? Да. Родители как-то на это все... Ну, негативно они на это отреагировали, конечно. Такое решение пришло вот пойти в результате чего? Какой-то был там толчок внешний или что? То есть, не шел, не шел, там думал, чувствовал себя и потом все-таки решил? Прямо толчка какого-то определенного не было. Просто пришел момент, когда я решил уже, что надо, что не могу это все делать. Просто очень себя некомфортно чувствовал. И сейчас поэтому морально ты чувствуешь, что ты выполнил как бы свои... Сейчас я перед, как бы... Перед собой, что ли, долг, да? Я был в моменте, когда надо, я был там, где надо и делал то, что мог для своей страны и поэтому морально мне сейчас гораздо легче. как-то так. тут, конечно, что тут добавишь? Вот немного расскажи вообще о движении Ультрас, как ты в него попал или там вступил, как это делается? И сколько лет там было? Это же довольно веселое время, тебе недавно у меня рождение, 25 лет, все-таки есть уже такой богатый, я поздравляю с запозданием, но хорошо, что ты все-таки здесь в студии, здоров, и все же, несмотря на ранения, там как-то выздорове, то есть вот с Ультрасом как? Давай чуть попал я туда в год 2007, так активно, но я любил Динамо Киев с детства, мы с отцом смотрели, ходили на стадион и ну как-то мне интересно было, попал там с одноклассницей пошел на этот сектор, фанат фан-сектор, как бы, ну поначалу смотрел так, на них как-то не понимал этого, что-то орут, там жгут какие-то, непонятно, в общем, ну попал и в эту атмосферу, вы знаете, такое братство в какой-то степени, знакомство, наверное, какие-то возникли, знакомство, то есть много отличных парней, то есть последнее время пошло, последние лет 5 пошла тенденция, то есть все занимаются спортом, очень негативное отношение к алкоголю, к прочим вещам подобным, и как бы я учился в институте, например, находился среди киевской травоэкономической, ну как бы его закончил успешно, можно сказать, и то есть мне интересно, смотрел на этих студентов, как они пьют, занимаются всякими этими дискотеками, как-то мне не было это интересно, то есть мне интересно было заниматься спортом, я тоже с детства занимался и попал в такую среду, начиная с детства я ходил просто в тренажерный зал лет 15, и потом борьба, бокс, боевые, скажем так, искусство, да? последние лет 5 уже, да, определено боевые, и такие интересы также ультрас в основном, у нормальных, конечно, тоже разные попадаются, но... постепенно, все-таки, то, что будучи студентом ты уже стал болельщиком, фанатом, утрас, да? в студенческие годы уже был. Попал в этот сектор, а потом, когда закончил, ты остался в Киеве или уехал? Нет, я из Киева, я как бы... Мне послушалось Днепр, я думаю, может, там, Днепропетровский, где-то бывал ты, на матчах, наверное, только. и в Киеве, какой-то круг этих людей, вот он сложился, это твои такие друзья-товарищи, то есть по спорту и по какой-то, ну, скажем, идеология, что есть не только футбольная, Идеология, ну, конечно, национализм, патриотизм. То есть это началось задолго до Майдана, до всего, да? Конечно, конечно, это всегда было ультрас, то есть все ультрас это патриоты своей страны, без исключения, в разной степени. Конечно, многие заявляли, что они там, ну, очень патриоты, но как пришла война, показала, конечно, что, ну, на нее пошел каждый сотый, а как бы, ну, хотелось бы, чтобы каждый десятый, например, знаете, то есть, многие-многих слова разошлись с делом. Просто для меня, вот, не очень понятно, это же все-таки такой клубный патриотизм, и, может быть, в одной стране, сколько команд, в первую очередь, это киевская Динамо, ну, у нас-то их не так много, вообще в мире. Ну, к слову, у киевского Динамо, которым, фанатом которого я являюсь, были враги, ну, Арсенал, тот же, А они не ультрас, это получается, здесь что-то не очень, не ультрас, просто у них немного другая идеология, там, они специфические такие, но из них, кстати, сейчас тоже, некоторые воюют, и, как бы, сейчас вот эта вражда отошла на второй план, и, также, в батальоне Азов, очень много ультрас, чуть ли не половина, наверное, батальон Азов, это ультрас. В данный момент уже меньше, потому что стали сейчас подходить люди с других батальонов, они рассказывали, конечно, как у них в батальонах происходило, там, что им так, их не кормили там неделями, ни воды, в каких-то неполадках жили, ну, короче, ужасные очень условия, и, ну, то есть, в Азове такого нету. Ну, конечно, есть разная, это война, но, в общем-то, обеспечение, и сейчас это самое, как бы, ну, если кто-то собирается идти воевать, то я советую только туда. Мне, например, три повестки приходило из военкомата, но в ЗАИСУ я бы никогда не пошел, скажу честно. Интересно, какие-то факторы, ну, ты знал, что... У меня такая позиция определенная. А почему? То есть, только культраз, или именно, вот, какой-то хорошо обеспеченный там батальон Азов, почему? Ну, это он только последние месяцы такой обеспеченный, изначально он был совсем не так, все было. Повестки же были обычные, мобилиционные, да? Повестки были, да, из военкомата, причем, более того, там была военная кафедра в институте, надо было заплатить на тот момент тысяч 13 гривен, раз в неделю туда ходить, но я изначально понял, что это какая-то ерунда, и как бы... Ну, был бы офицером, командовал бы, может быть, Азовом, ну, я так, Я вам скажу, что широкинскую операцию вел человек, который без военного образования, без... То есть, и ни к чему ему это звание вообще. Это медицин Белецкий или всю операцию? Ну, вот ту часть, что я видел, вел не всю операцию, а ее очень активные фазы вел боец по звенам Кир, то есть, насколько я знаю, у него нет соответствующего образования, но человек очень грамотно как бы это все проводил, то есть, возможно, это талант, не знаю, как это назвать, но... Он тоже из Ультрас или непонятно? Наверное, не рассказываешь же все. Какое-то отношение к Ультрасу он имел, не знаю. Я несколько лет назад его видел там... Сейчас он жив же, да? Да, конечно, да, где-то даже сейчас там на, скажем, передовой. Ему, кстати, вручили медаль на Цгвардии. Вот есть такое видео, я видел. То есть, именно за Широкин, да, за эту операцию? Не знаю, за что именно, наверное, да. А, ну вот сейчас просто это, мне кажется, важно, ведь как-то Ультрас побаивается всех, потому что традиционно в мире там полиция, Ультрас, столкновения страдают случайные. Также хочу сказать, что Ультрас всегда это были и по телевидению такая велась, тема раскрывалась, что Ультрас это какие-то беспредельщики, идиоты, бездельники, я не знаю, дерутся там, избивают там, ну то есть негативные какие-то социальные элементы. То есть, сейчас Ультрас это уже как какие-то герои стали, очень за последние пару лет поменялось отношение к Ультрас. с помощью медиа, мне кажется, это не случилось. Ну а варим Майдан, скажем, вы как-то действовали организованно в составе какой-то там, может быть, уже сейчас можно говорить? Ну, вот лично ты и твои друзья? Конкретно я несколько раз там мы планировали какие-то операции, то есть я присоединялся, а так на Майдан изначально я подъезжал, там было время, когда с работы, то есть, и это такое было очень большая репетиция этой войны, то есть, ну, там были у меня друзья, находились в этом профспилке, я туда к ним зашел, там покушать зашел, знаете, там зашел, смотрю, они там что-то стоят с дубинками, то есть, какой-то вот, конкретно я в какой-то организованных каких-то структурах на тот момент не состоял, я просто там ходил, зашел, увидел, там им дают каски, тоже, ну, думаю, пойду с ними, это же мои как бы братья, каска, там, палка, какие-то молотовые там попозже стали появляться, там, камни в основном кидали, это все, и так же, как хочется сказать, что, как ультрас, я много раз на себе испытывал некомпетентное, непрофессиональное отношение к милиции, когда они просто какие-то животные, милиции к тебе, даже вот ко мне, да, и видел не только ко мне, то есть, они там избивают для своего какого-то удовольствия, избивали раньше, ну, не пускали на стадионы, там, ну, очень они себя вели к нам недоброжелательно, скажем так, ну, а вот, вопрос не за счет провокации, вы кого-то тоже там маленечко так погоняли там, или, ну, какие-то антифа, или какие-то там иностранцев, или это не очень, ну, в Киеве там, где вот ультрас живет, существует, динамовская, ну, периодически гоняли, да, всяких, ну, как бы, около, есть такое явление, около футбола называется, фанаты разных клубов, там, раньше драки происходили в городе, потом это переместилось все в лес, в поля, то есть это стало спортом уже на 90%, там спортсмены в этом участвуют, но это как бы уже не совсем то, что не тот классический, около футбола, который был раньше, то есть в последнее время такого немного происходило. Но в этом, около футболе, это же там, как надо договариваться, сторону, не то, что там кого попало, начинают там мочить. да, это все. Договорные какие-то, может даже там парить заключается. Ну, например, когда вот мы приезжали, мы приезжали в другой город, мы ходили по центру, вели себя шумно там, то есть в какой-то степени ждали, пока на нас нападут, то есть. Ну, вот твое мнение, кстати, интересно, попутно же, да, вспоминается, опять же, из каких-то обрывочных сведений, которые мы там читаем, все это смешивается. Ну, вот по Одессе, насколько там роль Ультрас была? Одесса, это вообще самые большие, одни из самых больших врагов Киева, исторически, уже долгое время. Вот. В смысле, Одесский Ультрас, или враги? Одесский Ультрас, да. Но сейчас парни очень помогают, и мне в том числе, спасибо им. И некоторые из них воюют, но им там, конечно, тяжело, у них город такой специфический. Вот то, что было по событию год назад, когда вот эта профспилка там сгорела, все это. да, я про это и спрашиваю. Они приняли очень активное участие, они, как бы, они мне рассказывали, они, это были майские праздники, они были на природе, где-то за городом, узнали, что такое происходит, спонтанно пошли, ну, пошли там на футбол, там, я подробностей не помню, в общем, они, как бы, да, принимали активное участие, там, стычки с милицией были, то есть, но сказать, что их там кто-то кого-то подготавливал к такому, это абсолютно не было такому. Ну, главное, я понял, что даже вот в Азове сейчас воюют и воевали люди из разных враждующих когда-то ультрас, Конечно, даже там лагерей около футбола, которые там когда-то дрались, дрались между собой. Сейчас это уже все все это отошло на нет. Отошло на нет. Ну, в основном, там, на этом участке фронта. И не только на том участке, во всей стране сейчас все ультрас, дружат и стараются приносить пользу стране. То есть, это не так, как депутаты там сейчас до сих пор что-то ссорятся, грызутся, знаете, у нас, хотя была, можно сказать, и ненависть даже, но сейчас все, все братья. А что сейчас, как ты поддерживаешь связь с полкома же Азов, какие-то помощи тебе оказываются, или только то, что государство выделяет для... Ну, по сути, государство... То есть, ты участник этого? У тебя есть какой-то документ, да, ваш какой-то выдадутый? В данный момент у меня есть документ. Очень, хотел бы сказать, тяжелая ситуация с получением каких-либо вообще документов. Очень тяжело. Я, как бы, ну, мне очень повезло, у меня моя семья в Киеве, отец, вот он приходит и занимается этим всем. Хочу сказать, что есть много парней из Донбасса, из Луганска, из Донецка, из Крыма, в Азове тоже. И у них, по сути, отобрали родину, и... ну, такие ситуации есть, что их родители от них отвернулись. То есть, они их не ждут, они считают их предателями, потому что они воюют за Украину. И это... ну, это очень печально. Так же, ну, очень больно это смотреть. И... так же, к слову, хочу сказать, что мой родной дядя живет в Москве. Да, он интересно рассказывал, что он тебе подарил с днем рождения, да, и был разговор по телефону. Мы с ним связались по скайпу, как бы, говорили, да. Российский дедушка, московский дедушка. он родился на Украине, кстати. Ну, туда там уехал лет 20 назад. Ну, все у него там хорошо. Вот, недавно родился второй ребенок, и я с ним, ну, думал, с ним созвонюсь, он там меня поздравит, что-то там спросит, как здоровье, как что, но я с ним созвонился, и полтора часа он мне вел эту пропаганду свою, что мы там продались американцам, русских войск, нет, я говорю, да я сам видел, нет. А, кстати, а что ты видел, просто немножко отступая в сторону? Что я видел? Я видел технику, я видел танки, я видел также униформу российскую, то есть у меня, как бы, мне подарили на день рождения такой шеврон Россия вооруженные силы, как бы, я ему его показал, он говорит, это в любом магазине можно купить, там, как бы, по факту, я хочу сказать, что, например, взять какого-то обычного жителя Донецка, а в этом ополчении не обычные жители Донецка в основном, а какие-то, там, криминальные элементы и, ну, вот, судя по тому, что я видел, это есть эти все записи в интернете, как бы, не, ну, сомнительные люди там на это все пошли. И посадить его в танки, чтобы на нем ехал, пользоваться, это очень тяжелая техника, которая тяжелая в управлении, и это нужно учиться, наверное, ну, я не знаю, полгода минимум, чтобы этим пользоваться, пользоваться градами, то есть обычный ополченный, житель Донбасса не сможет этим пользоваться в принципе. Конкретно я видел танк ездящий, то есть то, что видел я своими глазами. Ну, какого-то флага я там не заметил, но, то есть, вмешательство России я там чувствовал очень большое, скажу так. с дядей, в общем-то, удалось договорить только то, что... в разговорах с дядей я ему сказал, что давай поговорим о семье, ну, как вообще у тебя... Он все равно продолжал мне эту пропаганду вести, и полтора часа это длилось, и я просто... Я... Ну, очень у меня плохой осадок об этом остался. То есть, он меня не поздравил за полтора часа разговора, не спросил, как здоровье. Я ему предлагал, что давай не будем на эту тему вообще говорить, хотя я как бы радикально пошел на войну, а он там сидит, и как бы я должен там, наверное, ему пропаганду. У него гражданство российское же, Хоть он в Украине там родился? Я думаю, я не знаю, я думаю, да. Ну, Паш, знаете, все-таки хорошо, это здорово, что от вас родители не отказались, да? Они живут в Киеве. Я об этом тоже подумал. А вот тем ребятам, это даже, по-моему, острее проблема, чем у вас с дядей, потому что, если их родители живут на территории Донецка, так понимаю, да? Они воевали там в Азове, и от них они отказались. Крым тот же. Может быть, если кто-то за этих ребят захочет прийти к нам в студию Укрлайф, просто вы можете с ними поговорить, и мы, конечно, выслушаем, но это ситуации, которые не особенно распространены. Мы знаем тоже одного Ультра-Шахтера, тоже это были наши враги, но сейчас мы все помогаем друг другу, и, например, его родители не знают вообще, что он воюет, точно не знает, они думают, что он там в Киеве где-то работает на стройке. Он говорит, что была ситуация, когда родители просто пытали его, что где он, как он вообще, они просто не знают, и поэтому как бы ничего не сказали. А знали, что он воюет. Ну, вот Бек, да, Бекс. Бекс, да. Возвольной такой Бекс. Скажи, пожалуйста, мне, это последний вопрос, он такой, наверное, интересен, просто какой-то молодежи, которая нас может быть и в России смотрит, слушает, много-таки у нас мы говорим по-русски, и людей, которые нас могут принимать где угодно в интернете же, прямо сейчас в онлайне. Вот все же поколение твое, да, вот молодые люди, там 25 лет, и тем более какая-то его радикальная часть, там, ультраправо, я мы называем это, ультрас, как болельщики футбольных клубов, но и в каком-то смысле там ультраправо-идеология. Об этом мы сегодня не говорили, но это может быть такой долгий разговор, хотя это интересно было узнать, что за какие-то идеалы вы там пропагандируете в этом движении ультрас? Мы пропагандируем, ну, в последнее время очень большая пропаганда ее здорового образа жизни, в первую очередь, то есть это как вообще стало основой, что все должны заниматься спортом, все должны, также по патриотизму, что должна быть страна, основанная на местных жителях, не каких-то приезжих, это вот если уже говорить о каких-то правых моментах, и что каждый должен жить в своей стране и приносить ей пользу, то есть в двух словах такая идеология. Каша, я ухмыльнулся так, потому что вспомнил, что нам сегодня или какая-то информация дошла, что Евросоюз не собирается там расширяться в ближайшие 10 лет. Я хочу сказать, вот, например, я жил там в соседней комнате с вот парнем из Финляндии, я с ним общался, и он говорит, что, ну, мы с ним общались, мне интересно. Это в Азове было, да? Да, да, возможно, на моей базе. Из Финляндии парит, то есть настоящий? Из Финляндии, ну, настоящий. Какой-то финский ультрас, или что, как он попал? Не ультрас, он, вот я с ним об этом говорю, то есть мне тоже это интересно было, как вам. И как бы, то есть он, в Финляндии как, там нету большой профессиональной армии, там есть какой-то небольшой костяк, который, вообще, хочу изначально сказать, что финны с 40-го, я этого всего не знал, но с 40-го, как кончилась Вторая мировая война, финны все ждут, пока на них Россия нападет. То есть они этого, как бы, ну, боятся, но и готовятся к этому, потому что Россия у них отобрала, там, большую часть земли, ихней, Карелии, это вот все, что он мне рассказывал, и как бы, ну, очень себя некрасиво по отношению к ним вела, поэтому они не любят Россию, и как бы, у них для этого есть, я считаю, причины. И он приехал сюда, то есть он непрофессиональный, вот конкретно он непрофессиональный, как бы, военный, но финны, они каждый год или два, они проходят какую-то минимальную подготовку с теми, кто профессиональный, военный, то есть они, грубо говоря, у них, допустим, армия, там, 10 тысяч человек официальная, но при нападении России, например, она может стать, там, 200 тысяч за пару дней, то есть и они, как бы, наверное, не испугаются, они к этому будут готовы, а не так, как мы сейчас. Ну, член Блока НАТО, всякие в Финляндии, вроде бы, надо утащить. Вроде бы, да, я точно не знаю. И что он рассказывал? Ну, такой момент, что в 30-х годах, когда русско-финское или какое-то, ну, семена, я не помню. 39-й, да, 40-й, 40-й же год, да? То есть Европа, там, Евросоюз, как тогда его не было, наверное, но Европа не помогла им ни армией, ни патронами, ни солдатами, ничем. И как бы, ну, как и он говорит, нам тоже не приходится сильно рассчитывать на какую-то помощь Европы. Ну, нужно рассчитывать только на себя. То есть, такой он параллель установил, да? Да. А он-то как попал вообще вот в АЗОВ, это же интересно, наверное? Он узнал по интернету, то есть, ну, сильно его подробности там не допрашивал. Он говорил по-английски, да? Да, да, мы на английском. То есть, он не общается там на какую-то? Не, не. Ну, это тоже, ты сам об этом сказал, интересно же, все просто об этом как-то так иногда почитаешь. Ну, я тоже немного... Сколько там иностранцы вообще воюют, вот реально, как называют, там, наемники иностранцы? Я видел, я видел 10, то есть, может, их больше. Я там не ходил, не узнавал, сколько их. То есть, конкретно, вот, со мной на базе жило, там, их где-то 10. Люди, не говорящих по-украински, по-русски? Не, не говорящих. Они вполне все адекватные. Там были, как бы, люди, которые по 5 лет там в армии своих стран были. То есть, и как и профессиональные, там, в какой-то стране военные, так и... Ну, вообще, их подготовка, конечно, выше, чем подготовка вот обычных наших статистических. Ну, и моя, вот таких, как я, добровольцев. И, как бы, они там инструкторскую деятельность в основном ведут. То есть, им есть что рассказать. А вот в этом наступлении на Широке, на котором вы рассказывали, где вас ранили в Кричем счете, в четвертый же день, да, я понял? Они тоже принимали участие или как-то их берегут, вот, можно так сказать, наверное? Некоторые принимали. То есть, тоже добровольно, да, они сами идут в атаку, рискуя там жизнью. Да, да. Вот такое, конечно, подробности. Есть такой момент, и, как бы, ну, они, они многому могут научить. Тоже очень, очень, как бы, большая им благодарность. Так, вопрос у меня был вот о том, все-таки, Паш, ты как представить свое поколение, молодого поколения, там, украинцев, киевлян, поскольку, вот, как бы ты к своему поколению, которое пошире все же, чем ультрасы, там, гораздо больше людей, и не все даже, мы знаем, да, охотно воспринимали там идею мобилизации какой-то, и даже, можно сказать, что, как и ты говорил, кстати, по повесткам там, не реагирует, вот, к этой части такой пассивной, мы ее назовем так, условно очень, которые, по сути говоря, они там против войны, абстрактно, пацифисты, как бы ты к ним обратился, что бы ты им сказал? Ну, я убежден, что не все должны идти на войну, конечно же, но, и большинство не должно идти туда, но, если ты себя долгое время ассоциируешь с национализмом, с патриотизмом, как бы, и такое начинается, то ты обязан в этом принимать участие, а, как бы, если ты этого не делаешь, то, по сути, ну, есть такое слово, позерство, то есть, человек выдает себя за кого-то, не являясь таким, нужно, как бы, слова доказывать, подтверждать делом, я считаю, то есть, очень огорчает, вот, я в Киеве нахожусь, и многие, кто приезжают с ротацией, полная безразличность людей, также очень бросаются в глаза, всякие Lexus, и Mercedes, и последние с донецкими номерами, это, я вообще не понимаю этого, как, вот, это мои наблюдения, то есть, я считаю, если ты не начнешь заниматься политикой, политика, рано или поздно начнется, начнет заниматься тобой, поэтому, ну, если ты хочешь прожить свою жизнь пассивным, каким-то инертным элементом, то, ну, это же твое право, нельзя никого заставлять, мне, например, вот, я ходил на Майдан, мне говорит, да там же могут убить, застрелить, ну, а прожить, как бы, то есть, перспектива людей пугает, лучше тебя застрелят, там, 500 тысяч человек находятся, застрелят именно тебя, знаю, а перспектива прожить всю жизнь в нищей стране, какую-то убогую жизнь, вот, не пугает их, то есть, им нормально так, но если им так нормально, то, ну, это Майдан, а на войне-то точно могут убить, и, собственно, ты был ранен там, поэтому тут немножко другой уже мотив такой, да? суть та же, я считаю, а вот, ну, что же делать с этой частью, получается, я тоже к ней отношусь, население, ну, такие, понятно, уже и древники, и постарше, и молодежь какая-то, которая, живя в этой столице Украины, все же придерживаются каких-то взглядов, даже, может быть, они как-то так, хоть и не рассказывают на каждом углу, но таких, не скажу радикально, других взглядов, с этими инакомыслящими, что с ними делать? Просто ты же знаешь, недавно вот убили там Бузину, журналисты, писатели, и так далее. я вот видел такую новость, но для меня этот Бузина, это какой-то неадекватный вообще человек, я не совсем понимаю вообще, почему о нем говорит Путин, там как-то мне это все странно, потому что это, ну, птицы не того полета, я считаю, то есть кто это вообще, тоже какая-то все, я не знаю, подстава, или как это назвать, ну, то есть очень странно это все, инакомыслящим, ну, ну, а вот то, что его убили, так, это в общем-то в упор, там где-то в его дворе, там мать, дочь осталась, жена. Вы знаете, гораздо больше меня поразило убийство Немцова на Красной площади, показательное, то есть это уже вообще переход любых, мне кажется, грани так делать. Ну да, он начал Немцов, потом здесь. То есть, убили, я не совсем понимаю, чего, я не знаю, чем он занимался, я знаю, что он там написал какие-то книги, что Тарас Шевченко какой-то был какой-то гомосексуалист, или что, но это вообще какая-то неадекватная, мне кажется, человек. Гурдалак он его назвал, там Тарас Шевченко. Ну, я не хочу даже обсуждать такое, то есть. Не, ну обсуждаем как раз это убийство, то есть вообще отношение никому слежу. Он же там денег кому-то должен, я же не знаю, кто его убил там. Наверное, врагов у него много было. Следствие, конечно. Как бы, так же вот на Безаре есть такое следствие. Путин я видел там, прошло там 15 минут убийства, он уже по телеканалу кому-то говорит, что не ведется никакое следствие, ничего, вот у нас же немцовы убили, мы там каких-то чеченцев приняли, ну то есть его как по сути убил, ну я в это не вникал, но, например, вот такой момент, есть такой человек Мустанг в Украине, он разрисовал звезду в Москве в желто-синий цвет, разрисовал, пофотографировался, там Мустанг ему еще летом было, ну в интернете это все есть, как бы, то есть он сделал такое вот мероприятие, разрисовал эту звезду в центре Москвы, в желто-синий цвет, и ну, благополучно все, он ушел оттуда, уехал, может быть, из-за Башин Кремля, что ли, что я пропустил, на центре Москвы, какое-то здание, я не знаю, то есть большая звезда коммунистическая, он разрисовал желто-синим, это по всем каналам в России, конечно же, арестовали каких-то двоих парней, уже и суд, уже их садят, и он как бы выкидывает в интернете, что ну вот, я вот фотографии, это я сделал, как бы, то есть какая дальнейшая судьба, я не знаю, то есть, и это... Башин, с инакомыслием вот этих людей, которые здесь вот, которые, может, что-то там говорят, пишут, там не очень понятно, ну, книжки, конечно, разные бывают, там бывают какие-то, плохие книжки, вот что с ними, твое к ним отношение, как бы, твой, может быть, даже призыв, как к ним относиться? Призыв, я считаю, что все-таки живут они в Украине, и как бы нужно делать свою страну лучше, а не принимать какие-то решения в пользу другой страны, и как бы, ну, если они не осознают то, что они... Как я считаю, что если вот мы отобьемся от России, то у нас есть шанс сделать нормальную страну, если нет, то просто нет шанса, посмотрите, как живет Россия, я был в России, у меня там родственники, но я сам русский, на половину точно, и как бы, ну, я не хочу, чтобы мои дети, и самому, то есть я был так же и в Европе, и как бы видел, как там происходит обычная жизнь, и я хочу, чтобы моя страна, конечно, больше была похожа на Европу, хотя, я вот на данный момент, мне кажется, что Украине, наверное, даже не стоит вступать в Евросоюз, в общем-то, то есть нужно, нужно делать лучше свою страну, а не прогибаться под какие-то другие, вот такой у меня к ним призыв. Позвольте мне, закончен на этом, что очень интересно, даю, спасибо, что пришел к нам, во-первых, тяжело даже сейчас ходить к тебе, но я желаю тебе выздоровления, конечно, ну и, наверное, как-то разобраться в этой жизни, может быть, поточнее. не поговорили про ранения, то есть про эти все медицинские процедуры, которые уже больше 2 месяца. ну просто я думаю, это вопрос такой довольно деликатный. Я бы хотел выразить огромную благодарность волонтерам, то есть вот меня ранило, ну я вот сейчас думаю, что конкретно страна для меня сделала, наверное, конкретно страна перевезла меня вертолетом с Мариуполя в Днепропетровск, а потом самолетом с Днепропетровска в Киев, потому что я был в тяжелом состоянии, и как бы так же повезло мне в том, что операция делалась через 2 часа после ранения, и как бы если бы еще полчаса туда-обратно, я бы умер, у меня внутреннее кровотечение было, и как бы и в Мариуполе в том числе мне повезло, что я попал к врачу, который, видимо, придерживается украинских взглядов, потому что я слышал про случаи, когда парни попадали к не таким врачам, то есть мне сделали хорошо операцию, как подтвердили в Институте Шалимова в Киеве и в Мечниково в Днепропетровске я был очень профессионально, большая им благодарность. Также волонтеры, это явление, которое очень поразило меня, я не замечал, просто вот я жил и не замечал, что в Украине вокруг меня очень много хороших людей, просто хороших людей. Знаете, вся эта негатив, этот весь, и тебе кажется, что все вокруг, знаете, плохие, как-то вот такое, а тут нашлось огромное количество тех, кто помог, так же финансово помогли обычные, незнакомые даже люди, те, с кем не виделся по несколько лет, и все это как бы добавляет очень много позитива, и какой-то, знаете, мне кажется, наша страна не обречена с такими людьми. Ты к ним вот прямо сейчас обратился, поэтому они тебя видят, я надеюсь, посмотрят, или мы как-то распространим это в сети, и тебе увидят. Спасибо, с нами был Биг, Паша, боец батальона, по сути говоря, полка ОЖА АЗОВ, и вот такая программа получилась. Спасибо за внимание вам, продолжаем трансляцию на Укрлайф ТВ. Спасибо.